И, конечно, ни каждому ученику, даже самым примерным и любящим литературу и русский язык, можно стать или должен стать, но можно как-то процариком, но иногда вот и даже слово «учитель» на каком-то уроке вдохновляет ученика на творчество. В данное время на уроках литературы у нас большое значение, и в ней большое место занимает изучение языковых изобразительно-грозительных средств, как метафора, эдетики, олицетворения и ряд других. В общем, сейчас для того, чтобы проанализировать это, необходимо знать вот эти вот землеводорственные средства. И поэтому буквально с пятого класса, с пятого и шестого до конца мы изучаем вот эти все языковые явления. Ну вот буквально, да, ребята, в общем-то, хорошо запоминают, они хорошо отличают к творению, находят метафоры, сравнения. Они прекрасно понимают, что текст именно эти явления делают выразительным, ярким, художественным. И хорошо видят отличие текстов художественной литературы, например, от научного или еще какого-либо. У нас буквально перед каникулами у нас на уроке развития речи в шестом классе. Глава, знаете, мы изучали новый пик речи, это описание. И непосредственно стояла тема «Зима». Ну, «Зима» она и сейчас у нас, стальная вера «Зима». И вот для того, значит, чтобы, ну, как-то стимулировать творчество учащихся, я использовала очень большой материал, который был там в учебнике. Ну, прежде всего, были даны две картины. Здесь они не очень яркие. Картины известных художников от Полостова «Первый снег» и картины, значит, «Иона», «Русская зима» Легачева. Это, наверное, деревня так называется. Дальше, значит, в этом же учебнике были даны прозаические тексты художественные, значит, «Лепонечка», «Северная художественная». Теперь, значит, это были стихи, проза. Это, значит, был набор, синонимы и так далее. Ну, в общем, одна картина, вот эта картина Полостова была описана полностью. Очень хорошо, интересно описана эта картина была. А вот вторая картина, она, значит, только объяснена названием, почему картина называется «Русская зима». Вот дало объяснение вот это только. И поэтому, значит, я подумала и решила, значит, так сказать. Раз вот эта картина, описана прозой, пусть дети к ней сочинят стихи. Раз эта картина у нас, значит, в общем-то, нет описания буквально ничего в ней. Значит, по ней я дала задание. Кто может в стихах, кто может в прозе описать вот эту картину. Так, дальше, значит, мы будем перечень тем, которым нужно описать. И вообще тут небольшая такая, неинтересная, значит, гравюрка или картинка, иллюстрация, как ее назвать, вот этот вот, вот синий сверху. Поэта, значит, сочиняйте, сказала, хоть стихи, хоть в прозу, хоть еще что-то. Ну, и, конечно, в каждом классе есть художники. И, значит, кому, как же, к словам, нигде разить, может быть, выразить впечатление на красками карандашом и так далее. Вот такие разнообразные были задания. Ну, я сейчас приведу несколько примеров, как ребята справились вот с этими заданиями. Ну, прежде всего...